По поводу визового запрета для граждан России важный вопрос я хочу высказать это, уже сделал заявление, понимаете, когда раньше были какие-то признаки неглубокого понимания ситуации, когда в Украине оппозиционеры не получали поддержки, не получали даже вида на жительство, я уж не говорю о гражданстве, но это еще можно было отнести к каким-то там чиновничьим делам, но тут сам президент призывает к этому абсолютно эмоциональному решению запретить визы гражданам России, более того, еще кто-то из политиков Балтии призывает к этому, Это мне напоминает, знаете, тут был такой пост молдавского одного активиста, который говорил, что нельзя давать визы гражданам Украины, они едут, я там на своей разломанной машине перевожу людей, они едут на шикарных машинах, пусть сами что-то делают, не знаю. Когда такое заявление делает Андрей Орлов, я это понимаю, Орлушин имеет право на эмоциональное решение, но когда об этом заявляет президент Украины, абсолютно непродуманное, неглубокое поверхность, эмоциональное решение, Это ошибка, ошибка, которая хуже преступления. В России, значит, это тоже очень важный момент, в России ведь Путин, эта криминальная группа, она начала войну в Украине для того, чтобы захватить ресурсы какие-то, даже территорию. И захват Крым это тоже не для захвата территории, это все делается для сохранения власти в России, для консолидации общества вокруг Путина, для того, чтобы доказать гражданам, что он сильный, мощный, непобедимый. Все это было в 99-м году, абсолютно то же самое. Взрывы домов, что он так ненавидит граждан, что он начинает их взрывать, да нет. Показать силу, показать, напугать. Чеченские террористы пытаются, там, отказаться от Хасавьерского соглашения, по которому у них будет независимость, и вступить в войну с Россией. Ну, пропагандистская установка, глупость для тех, кто принимает это в качестве чистой монеты. Главная жертва этой криминальной группы, это как раз граждане России, вот этой путинской криминальной группы. Есть граждане, зависимые от власти, поддерживающие власть, открыто. Есть те, кто тихо поддерживает власть, но все они заложники этой группы. И во многих случаях это можно квалифицировать и нужно, как стокгольмский синдром, вот эта поддержка. Потому что сюда еще накладывается мощнейшая пропагандистская кампания, в соответствии с которой, да, и фашисты, это внушение, это гипноз, это отравленное сознание. Требовать от заложников, фактически заложников, вот банк, начинают грабить, захватили заложников. Вот мы обращаемся к заложникам, говорят, а чего это вы не сопротивляетесь? Почему это вы там подчиняетесь бандитам? Где протесты? Протестующих убивают бандиты, протестующих заложников. То же самое происходит в России. То, что довольно часто произносится, что все граждане России принимают эту власть Путина. Они уже давно не голосуют за эту власть. Уже пару десятилетий, ну почти с 2008 года нет свободных выборов. Это бандиты. Бандиты, которые захватили власть. Требовать от граждан России, не знаю, вооруженного сопротивления смешно и глупо. Тысячи людей выходят сегодня, граждан России, на улицы. Тысячи. Тысячи уже или сотни, или тысячи в тюрьмах. Мы в свое время повернули власть. Вот первая Чеченская война, это не чеченцы ее выиграли, победили. Результат Хасавьевского соглашения, это в первую очередь давление граждан России, демократических сил, оппозиции, вот этим националистическим, имперским настроением. И мы победили. И сегодня достаточно серьезное сопротивление, в том числе в мире, и в том числе благодаря гражданам России, или бывшим гражданам России, не учитывать это, отказываться от этой поддержки, ну просто глупо. И главная причина, ну мы же знаем все, что главная причина этой продолжающейся войны, это финансирование этой войны, отсутствие четкой позиции по Путину, по России, вот по энергоресурсам, то есть гражданам России запретить въезд, и в то же время там почти 2 миллиарда долларов в день Путину. Ну это, по крайней мере, нелогично. Значит, я хочу, я написал это заявление, хочу ответить на некоторые вопросы. Тут много троллей набежало, но кроме троллей есть и люди, которые, на самом деле, заслуживают ответа. А вот, ну, еще один момент. Очень важно понимать, что вот эти призывы начать бороться с гражданами России, это по существу помощь Путину. Путин все эти войны ведет ради того, чтобы их консолидировать к гражданам. И вот раздается там с запада, с цивилизованного запада, позиция, а мы вас там закроем, там, забьем двери. Ну, спасибо, говорит Путин. Это позиция поддержки Путина. И это ошибка. Так, теперь вопросы, вопросы, ответы. То есть, вот Мария Фаберлинская правильно говорит. Хоть кто-то здоров в эмиграции, слава богу. Это очень опасное тоже явление. Я наблюдаю несколько раз. Вдруг возникает некая там тенденция, и все ее начинают поддерживать. Ну, как это можно поддерживать? Речь идет о помощи Путину. Вот Владимир Любшин очень точно говорит. Отказываться от союзников во время войны – глупость. Зеленский совершил непростительную ошибку. Ну, простительная и непростительная – это второе дело. Союзники помогают оружием, боеприпасами и гуманитарной помощи, пишет Владимир Бездольный. Владимир. Они еще помогают позиции. Повторюсь. Мы войну остановили. Первую чеченскую войну. Мы не сражались. Ни я, ни Лев Пономарев, ни кто-то из демократов, ни Борис Немцов. Но мы остановили эту войну. И сегодня Путин испытывает очень серьезные проблемы с демократической, так сказать, позицией, демократической оппозиции с людьми, которые заявляют, что они не принимают его образ действий. Вот. Так что это, простите, Владимир Бездольный, это оружие посильнее боеприпасов, гуманитарной помощи. Ну и так далее. Там уже начинают ругаться. Не надо несчастных, таких русских. Они такие шовинисты, имперцы. Валерия. Так же, как среди россиян, среди других народов, любых, есть имперцы, есть националисты, есть шовинисты. Их нет в Украине, нет националистов, имперцев, шовинистов. И слова о том, что граница с Казахстаном будет теперь там где-то в районе старой границы Казахстана, это я придумал. Это нормально. Главное, чтобы этих имперцев, националистов, не было большинства. Мы боремся с этим. Это еще одна проблема, очень серьезная. Кремлевские жертвы орут, война до победы, нацистов к ногтю, все стереть в пыль, оставить пустыню, и тащат унитазы. Александр, богачатка, пожалуйста, не путайте нормальных людей, обывателей даже. И военщину, которая провоцирует все эти дела, все это воровство, грабеж, мародерство. Все граждане России тащат унитазы, все до одного идут. Пока идет война, стоит запретить выдавать шенгенские визы россиян. Это я, Катя Катариканцы, говорит. Мы не будем критиковать Владимира Зеленского, пока идет война. Так именно тогда, когда идет война, цена каждой ошибки равна преступлению, предательству. Понимаете, именно сейчас надо с этим разбираться. Именно эти действия, к счастью, Европейский Союз не примет никогда такого решения. Оно не проходит по многим параметрам. Это эмоциональный призыв. И меня не столько волнует этот призыв, так сказать, с точки зрения того, чтобы будут какие-то решения, как с точки зрения того, что это вода на мельницу российской пропаганды. Это опасно. Начать нести... пусть для начала символическую в виде визовых ограничений. Но опять же, но вы призываете заложников наказывать за то, что они заложники. А как быть с гражданами России, которые проживают на территории Украины, которых бомбят, а как быть семьями, так сказать, русско-украинскими, где есть и граждане России, и граждане Украины, которые там не подвержены пропаганде, пропаганде и возмущаются. Простые решения, это всегда так кажется, простые решения, они самые глупые, самые неэффективные. Бегут те, у кого есть деньги, а все, кто остается согласны с режимом. Ольга Коменек, а вот этот молдавалин, который пишет, что бегут из Украины те, кто не собирается защищать Украину, предателя. Их не надо пускать. Пусть защищают свою Родину. Это тоже, так сказать, правильно? Вот. Ну и так далее. Я уже 15 минут говорю. Друзья, меня очень волнует ситуация в команде Зеленского. Это не первый случай, когда они совершают похожие трагические ошибки. очень низкий профессиональный уровень. Я общался с парой десятков президентов разных стран до того, как они, так сказать, ушли от власти, после того. И вот это очень неприятное ощущение у каждого из них, ну, для них приятное, что они сами знают все и лучше. И они властители мира совершают дурацкие, идиотские ошибки. И понимают их только потом. И лучше начать их исправлять сейчас, а не тогда, когда уже будет поздно. не , ни не ни 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 ни